Приветствую дорогие зрители на канале видео Людмила Цыганкова. Сегодня прекрасный солнечный осенний день 26 октября. Воскресенье, прекрасная погода, хотя аж трошечки уже немного уже холодновато, но все равно настроение оптимистическое, настроение такое теплое, игривое и золотое. Разными словами можно назвать. Я с удовольствием стараюсь выставлять фильмики на YouTube о моей творчестве, о жизни разговариваю. Конечно, я понимаю, что еще не такие совершенные, еще не настолько интересные, чтобы им не заинтересовались больше людей, но все равно для меня эта связь с моими близкими, знакомыми и незнакомыми тоже, для меня это какой-то способ самореализации, так же само, как и рисование. Хочу представить вам следующую мою картину, которую недавно нарисовала. Пожалуйста. Назвала Врослав сказочный. Картина нарисована олейными масляными красками на полотне 50 на 60, но, к сожалению, я говорю, монитор не может передать цвета, красок и вообще такое изображение, которое есть в реале. Картина получилась неплохая. И, как говорят некоторые мои знакомые, 3D. Особенно тут часы. Обратите внимание. Картина нарисована на полотне 50 на 60. И таким инструментом, очень интересным инструментом, мастихином. Такие вещи, как архитектура городская, мастихином рисуется очень легко, потому что легко проводить, а прежде всего неопытному художнику, легко проводить эти линии, легко накладывать краски. Конечно, нужно научиться, как говорится, привыкнуть к этому мастихину, к шпахле, как я иногда называю. Сколько краски, как укладать. Ну, потихоньку, потихоньку практика сделает с вас Миша. Очень интересный инструмент мастихин. Говорим о жизни, о самореализации. Но вот я тоже не только рисую, а стараюсь делать эти фильмы, наверное, чтобы реализоваться. То есть, например, относительно пирамиды Маслова существуют различные потребности у человека. Потребность в идее, потребность в защите, в общению и так далее. И самая верхняя потребность у человека, которая наверху, потребность самореализации. И, как мне кажется, если очень счастливые люди, которые, поняв свою душу, свое предназначение, именно начинают с этой верхней ступени. Если они уже работают на этой верхней ступени, то у них потихоньку реализовываются, осуществляются все и нижние потребности. Поэтому, мне кажется, попробуйте. Попробуйте послушать свою душу, свое сердце. Что она хочет в этом жизни? Где бы она хотела себе проявить? Что вам нравится делать? В чем вы себя чувствуете, как говорится, творцом таким? И пробуйте. Пробуйте в этой сфере. Сейчас такие уникальные возможности, благодаря, например, этому интернету. Можно выставлять и картины в интернете, что я пока что не делаю, но начну, как говорится, активно работать над своей стороной, над своим сайтом. И все равно, я говорю, как мне, с моей точки зрения, конечно, я к этому пришла позже, к этой верхушке, система самореализации. Но самое главное, счастливые, которые начинают с этой верхушки. Тогда у них все уже подставовые вещи в этой жизни начинают складываться. Хотя тоже нужно быть внимательным, чтобы не за счет этой самореализации что-то, как говорится, снимулировать, например, общение, друзья, семья и так далее. То есть все должно быть гармонично. Все должно быть не только, чтобы вы были довольны душою, довольны собой, но и чтобы окружение ваше, чтобы оно тоже чувствовало ваше тепло, вашу любовь. И, как говорится, была эта жизненная гармония, которая позволяет нам черпать счастье. Счастье от этого процесса. Процесса самореализации. Удачи, мои дорогие. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok